Друзья, доброе раннее утро. Некогда снимать вам, поэтому перед работой. Короче говоря, даже подсадила маму на расхламление. Я просто сама в шоке. Она бы никогда вещи бы так не отдавала и не выкидывала. В общем, у меня тут уже какие-то вещи, которые я просто отдаю. Хорошие, качественные, может даже не одетые. Вот, кое-что мы ездили на дачу, на даче нашли какие-то вещи. Либо какие-то маленькие, либо старенькие, но еще в хорошем состоянии. Есть совсем старые вещи. Вот, например, футболка. Она как бы маленькая, но она пострадала у нас. Текла, тек нагар по трубе, а она лежала рядом. Вот, внутри, ну вот, отопление, печка. Там труба же выходит из нее и потом через крышу. И вот нагар тек по трубе и вот капал на рубашку. И она пропиталась. Так-то она вообще, ну, можно сказать, что новая. Ну, вот из-за этого пятна получается старая. Ну, там какие-то еще есть вещи такие, ну, может быть, с дырочкой. Ну, вот, тоже, например, кофта, на ней есть пятнышки. Но сама по себе она ничего. То есть, может быть, кто-то возьмет дома ходить или, может быть, совсем бедные люди. Ну, есть же такие. Вот, так что, в общем, разные вещи. И вот, получается, у нас большая сумка. Это с дачи. Здесь три сумки. Разные вещи. Причем тоже это две сумки моих вещей. А это вещи еще из шкафа. С коридора. Тоже удивительно. Разобрали целую полку. Сейчас вам покажу. Я просто удивлена, что мама, как бы, меня услышала. Спустя столько лет. Вот. Так, еще вот тут две сумки. Это тоже мои вещи с дачи. Еще нужно, ну, тоже перебрать. То есть, выбрать, какие вещи более-менее, какие старенькие. Коробки пока тут временно. Так, и еще вот. Я сегодня собрала обувь. Отдам. Ну, просто поставлю в этом самом. В коридоре. Ой, сейчас. Никак. Покет. Вот, в общем, это зимние, но там пятка треснула. И туфли разные. Они, вот вы видите, их пыльными, на самом деле, такого нету. Я вот, они чистые. Короче говоря, они 36 размера все. И вот босоножки. Босоножки я даже носила. Ну, в принципе, я все туфли носила по нескольку раз. Одевала раза три. Ну, вот, не пошло. Так что, сегодня оставлю их внизу. Так, вот еще, друзья, я не все пакеты нашла. Еще пакеты у меня вот где. Под стулом. Здесь разные вещи. Там и детская есть. Ну, такое, что еще более-менее. Так, и я же вам не все показываю. Еще вот два пакета. Это мы, как бы, вместе с мамой собираем. Она со своего шкафа, я со своего. Так что, получается, 10 пакетов. 10 пакетов с вещами. Это все, что мы хотим отдать. Ну, отдать или, не знаю. То есть, в основном тут хорошая одежда. Качественная. Есть даже очень новая. Буквально там один, два, три раза одетая. Ну, вот. К примеру. Вот эта вот. Ну, продавалась как итальянская кофточка. Не помню, в каком магазине я ее покупала. Но там был ярлычок, был итальян, Италия. А стоила она мне вообще копейки. Вот эта вот футболка с тюльпанами. Я ее покупала в Оге. Ну, я от нее отказывалась. Отказываюсь, потому что сама футболка ничего. Но вот эта вот вставка, она полностью синтетика. И очень, ну, неприятно носится. Я ее одевала, ну, может быть, одно лето. Носила прям вот, не снимая. Она очень классная, хорошо смотрится. Ну, исключительно из-за того, что она не натуральная. Ну, может быть, кто-то ее все-таки полюбит, так же, как и я. Так, она вообще новая, без зацепок, без дефектов. Очень красивая, классно смотрится. Вот, так что сумок 10. У нас напротив туалета вот такой вот старенький шкаф. Он здесь был, когда мы въезжали. И там что-то вроде стеллажа для всякой разности. Ну, сейчас у меня тут консиры стоят. Я так давно мечтала об этом. Короче говоря, показать вот эту верхнюю полку, которую мы разобрали. Представляете? Сумка желтая стояла раньше вот здесь. А здесь было все завалено вещами. Это непонятными, сомнительными. Вот. Ну, я там оставила джинсы, какие-то штаны, теплую юбку. Там молнию надо вставить. То есть это то, что может пригодиться. Вот. А тут как бы вот осталось уже то, что не пригодится. Здесь инструменты. Вот. И переставила сюда сумку. Здесь какие-то летние вещи. Она вот здесь стояла внизу. Надо дать маме время адаптироваться. привыкнуть к этому. Она потом разберет там что-то ее, какие-то вещи. Может быть там что-то мое есть. Я не знаю, но этой сумке тысячу лет. Вот. И здесь освободилось место. И я вчера с удовольствием сюда переставила консервы. Здесь не только покупное. То есть это я освободила полку, две полки в холодильнике. Потому что, ну, сгущенное молоко не обязательно хранить в холодильнике. Вот. Здесь есть и икра, которую я сама делала. И лечо, которое я сама делала. И там вот еще в глубине и аджика, и эти маринованные кабачки. В общем, там баночки стоят. Вот. Ну, и тут ее три пачки кофе. Это мамина. Извиняюсь. Кошель добивает меня просто иногда. Вот. Так что, в общем, вот такая красота теперь. Ну, у меня здесь еще одна полочка есть, где я храню запасы, так скажем. Вот тут внизу, рядом с инструментами, у меня такой уголочек, где мы что-то по акции покупали. И здесь вот получается масло, кетчуп. И все, и пустые бутылки, а еще этот уксус, тут одна бутылка должна быть яблочной. И просто бутылки стоят, это вино. Мы раньше делали и обычный уксус. Бутылка большая, она там на кухне не влезает в шкаф. Вот. Кстати, мы тут этот шкаф сами делали еще, когда Лешка был жив, когда отец был. Вот они делали полки вот эти, вот перекрытия, ящики мы сами вставляли. Вот тут, в общем. А внизу у меня банки маленькие. Это для варенья. И лук. А там литровые и двухлитровые, или трехлитровые. Вот такой стратегический запас. Вот. А маленькие баночки, мы просто любим варенье в маленькие баночки классе. Вот. Такое бывает. Вот. Но сейчас, в этом году вообще с вареньем не повезло. Ягод никаких. Ни сливы, ни смородины, вообще ничего. Крыжовника, там горсточка. Вот. Так что, такие вот запасы. Такой вот шкаф. Ну, тут, конечно, залежи. Как у всех еще, разбирать и разбирать. Ну, вот. Начало такое. Начало положено, я считаю. Просто я даже в шоке, что мама меня услышала, сама начала разбирать и вместе со мной разбирает вещи и готова их действительно отдать людям, которые нуждаются. Я в шоке. Вот. Наконец-то я да не достучалась. Мы на даче. Тут плюс 4. Вы не видите холод собачий. Вот. Ну, уже такая осень противная. Не знаю, честно говоря, вообще, зачем мы приехали. Делать особо нечего. Сырость какая-то, влажность. Ничего делать не хочется. Переодеваться не хочется. Дома, может быть, покопать. Кусочек. Ну, тоже, как бы, не особо что-то хочется. Сейчас чай попьем, согреемся, посмотрим, что там. Что там будет. Ну, я вам, кстати, не показывала. По-моему, еще в августе мы вот эту беседку выравнивали. Бригада тут. Вот такая. Два чувака приезжали с этими домкраты. Ну, в общем, нужно было поднять ее на блоки и выравнивать. Вот они делали. Вот. Будем ее переделывать в следующем году. Не знаю, когда, в общем, надо будет ободрать всю эту обивку. Зачистить стекла. И все заново обить и полы положить. Видно вам, нет, не видно. Мама топит. Печка у нас. Как она? Булериян, что называется. Я вот ее не люблю. Это наша первая печка, такая профессиональная. Она косячит. Дым как бы идет внутрь помещения. Пока загружаешь там все эти дрова и прочее. Погода вообще не шепчет. Мы без ночевки. Кошек дома оставили. Ну, смысл, завтра дождь целый день будет. Сегодня тоже пока ехали, зарядила ливняка. Мы думали, что все, капец. Приедем, развернемся и обратно. Вроде ничего. Ну, вряд ли разгуляется. Но, по крайней мере, дождя нет. Вот. Ну, в общем, такие дела. Вот тут вот, может быть, вот этот кусок. Как показать? Вот отсюда. Вот сюда. Прямоугольничек такой, где как раз сливы сидели, которые мы выкорчевывали. Там надо, не то, что надо, просто кусочек перекопать. Как бы выровнять. Выровнять участок, чтобы был как такой прямоугольник. Из-за холодного, влажного воздуха у меня кашель начинается. А вот в Кавказе, там был, наоборот, теплый и влажный воздух. И там прям шикардосно дышалось. Несмотря на 40-градусную жару. Вот так что. Так что так. Все уже такое желтое, пожухлое. Помните, в том году, в это время, ягодки здесь висели. Уже ничего нет. Ни листиков, ни красных, ни ягодок. И ночью очень холодно. В прошлый раз в воскресенье мы встали. И был не снег, а изморозь на траве. Так что уже ночами холодно. Прошлый раз я посадила тюльпаны и нарцисса. Я вам показывала. Вот. Ну и все. Ну так срезала сухие растения. Вот укрыла розу, укрыла лилием, лапником. Ну и все, наверное, мы... Ну, как бы даже вот что-то настроение нету, ничего делать. Уже такой сезон уже закрытый наполовину. Что-то как-то и желания нету. Вот. Ну и холодно, как-то не особо хочется что-то делать. Если бы не было сейчас плюс четыре. Если бы было хоть чуть-чуть потеплее. Не знаю. В общем, как-то пока даже не хочется особо ничего делать. Не знаю, почему ноги мерзнут. Хотя у меня толстая подошва и я не промокла. Ладно, в общем. Если мы что-то будем делать, я вам покажу. Вот. А так. Пока. Увидимся. В Москве. Там как-то сейчас более активно жизнь проходит. И больше гораздо занятий. Утки. Утки. Вон они. Утки полетели. То, конечно, это не на юг, а в другую сторону. И на юг, а в другую сторону. Ореж �и. Т Natürlich.